Всем огромный привет, друзья! Меня зовут Фил и это канал Честный Блог. Ну что, долгожданная новинка, первый в России обзор IQ 12 Pro. 7 ноября показали и сегодня, уже спустя неделю, этот смартфон у меня. Самый новый процессор Snapdragon 8 Gen 3. 2 миллиона с лишним баллов в Antutu, интересные камеры, необычные дизайны, а также сотрудничество с компанией BMW. И все это самое главное, по очень приятным ценам, где-то там от 50 с лишним тысяч. Понятное дело, что это там в Китае, но ничего страшного, мы умеем из Китая тоже доставать вещи. В общем, друзья, это новый IQ 12 Pro. Давайте смотрим, что он из себя представляет. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Друзья, очень прошу вас поставить лайк под это видео, потому что я старался, быстро раздобыл для вас этот смартфон. Ваш лайк даст возможность этому видео двигаться вперед, а мне, собственно, и развиваться. Поэтому лайк, если напишите комментарий, будет вообще замечательно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, потому что совсем скоро у меня будут обзоры еще и на Vivo, на новые. А потом мы будем сравнивать все эти смартфоны. В общем, много все интересного впереди, так что обязательно подписывайтесь на канал Честный Блог. Первое, на что я хочу обратить внимание, это насколько все-таки китайские компании, вы знаете, такие немножечко все-таки хитрожопые. Будем говорить честно. Смотрите, значит, была презентация. И там на презентации, ну, конечно же, все китайские смартфоны, они чем занимаются? Они убивают айфоны и самсунги. Все, лучше, чем айфон, лучше, чем самсунг, это главный рекламный слоган всех китайских смартфонов. Так вот, там показали такую интересную фотографию. Башня где-то там в Китае, увеличение в 20 раз, и вот тебе фотография на айфон, такая вся некрасивая. А вот тебе фотография на IQ 12 Pro, такая вся прямо красивая. Ну что, друзья, я, конечно же, взял этот IQ 12 Pro, туда в Китай слетать, сделать фотографии этих башен я не смог, но я сделал такие же фотографии в Санкт-Петербурге. И вот, что я интересное выяснил. Знаете, в чем фокус? А фокус в том, что на айфоне почему такое большое количество шумов? А потому что фотография сделана не в ночном режиме, то есть это просто фотографии. Поэтому да, если ты ночью делаешь на айфон фотографию с 20-кратным зумом, то вот будут такие шумы. Вы все это сейчас видите, я вчера делал такие фотографии. Но стоит только включить ночной режим, как такой проблемы нет. Все, фотография получается нормальная, никаких страшных шумов и так далее. И в целом фотографии уже в этой ситуации выглядят вполне себе одинаково. То есть, с одной стороны, китайцы не обманули, они действительно сделали фотографию на айфон, но с другой стороны, они просто не включили ночной режим у этого смартфона. Так что несколько дней назад российский интернет был наполнен фразой, шах и мат айфон. На самом деле, никакого тут шаха и мата нет, но сегодня мы с вами посмотрим сравнение с айфоном 15 Pro Max. Я сделал, конечно же, фотографии, видосики по сниму, так что покажу, как все это дело работает. Итак, компания IQ 12 Pro. Мне вообще интересно, знаете, спросить у вас, скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас владеет ли смартфонами от компании IQ? Чем они хороши? Ну, во-первых, это большой бренд BBK, да? Это, соответственно, Vivo, Realme, IQ. Это, соответственно, общие технологии на всех. Это хорошие цены, потому что этот смартфон вышел в двух версиях IQ 12 и IQ 12 Pro. Так вот, 12-я версия, а там, кстати, камеры ровно такие же, как и в прошке, она начинается от 54 тысяч рублей там где-то в Китае. Кстати, как мне удалось так быстро раздобыть этот смартфон? Да все просто. Есть замечательный человек, которого зовут Василий. Вы его все прекрасно знаете. Он помогает доставать мне быстро гаджеты. У него есть телеграм-канал, Пекин близко. Поэтому, если вы хотите что-то себе привезти из Китая, вот прямо здесь и сейчас, пожалуйста, обращайтесь к нему. IQ надо? Welcome. Вот недавно Vivo X100 вышел? Пожалуйста. Я думаю, что мы вместе с Василием тоже раздобудим этот смартфон и вам обязательно про него расскажем. Так что, телеграм-канал Пекин близко? Welcome. Так вот, от 54 тысяч рублей стоит обычная версия. Она, кстати, с плоским дизайном, плоскими боковыми гранями. И мне они уже, честно говоря, нравятся больше, чем вот эти скругленные. А вот эта версия, она уже стартует где-то от 67 тысяч рублей. По-другому, дело, что все зависит от курса. Так вот, я продолжу свой вопрос. У кого-нибудь из вас вообще есть смартфоны от компании IQ? Она интересна, кстати, тем, что она делает не только флагманы. Она также делает и большое количество недорогих, но бюджетных и мощных моделей. Поэтому я уверен, что кто-то из вас, конечно же, обладает смартфонами от IQ. Ну, что из себя представляет новая 12 Pro? Ну, во-первых, да, топовый процессор. Snapdragon 8 Gen 3. Это означает, что два с лишним миллиона баллов Antutu вообще без проблем. Причем, когда я первый раз прогонял, у меня получилось миллион девятьсот семьдесят шесть. Я так подумал, блин, ну неужели опять двух миллионов не будет? Но потом смартфон немножечко подостыл, и я сделал прогон. Два миллиона сто пятнадцать тысяч баллов раз. И, кстати, нагрев от двадцати одного градуса до тридцати двух и минус четыре процента аккумулятора. Еще раз прогнал, посмотрел на тротлинг. Два миллиона и девять тысяч. И нагрев до сорока одного градуса в минус шесть процентов. Короче, все здесь хорошо с производительностью, но смартфоны, конечно же, греющиеся. Вообще вот эта история со Snapdragon 8 Gen 3, она такая, знаете, она на производительность. Потому что смартфоны сделали очень большой скачок по сравнению с тем, что делал Snapdragon 8 Gen 2. Я напомню, что там было порядка полутора миллионов баллов. Здесь прямо плюс пятьсот тысяч. Я не припомню, чтобы где-то был такой большой прирост, но вот он теперь существует. Поэтому они теперь мощные, но при этом они еще и греющиеся. Так что хорошая производительность, мощность, это, конечно же, круто. Но температура может немножечко подубить смартфон. Я надеюсь, что это все-таки не произойдет с iQ, и каждая компания немножечко адаптирует под себя этот процессор. Тем более, что все выпускают смартфоны еще и с хорошим жидкостным охлаждением современным. Так что здесь все в порядке. Но при этом все-таки высокие температуры и нагрев дают свои плоды. Вы сейчас видите график троттлинга. Да, есть проседание. Где-то на десятой минуте уже минус 20-30 и даже может быть 40%. Вообще, чтобы мы понимали, да, 2 миллиона баллов Antutu. Это просто невероятные скорости, невероятные мощности, которые в жизни совершенно не нужны. То есть, для примера, вот я недавно ходил и тестировал Huawei Mate 60 Pro. А там стоит старый процессор Kirin 9000S. Он выдает порядка 600-700 тысяч баллов Antutu. Работает вообще на ура, просто. Вот если ты не занимаешься 4K рендерингом видео, вообще никаких вопросов. То есть, система работает хорошо, все анимации отрабатывают плавно, все замечательно, красиво и так далее, и так далее. То есть, я прихожу к выводу очень простому. 600-700 тысяч баллов для обычной жизни. Этого как бы за глаза. Вот если вы любите играть в Genshin Impact, хотите, чтобы у вас там было 60 FPS, тогда вот да, может быть в этой ситуации вам пригодится какой-то мощный смартфон. Если вы занимаетесь там монтажом видео на своем смартфоне, да, в этой ситуации, возможно, мощность для вас имеет значение. Если вы, не знаю, свой Samsung Galaxy S23 еще используете как DeX, то есть, подключаете его к монитору, используете в виде компьютера, да, вполне возможно, тут мощности тоже понадобятся. Но обычному человеку, а таких, наверное, 98%, им не нужны вот эти мощности. Поэтому айфоны там летят, китайцы все эти летят, Snapdragon летят. Это очень все быстро, но не имеет отношения к нужным человечеству. То есть, это избыточная производительность. Но, с другой стороны, знаете, какая хорошая штука? Это избыточная производительность сегодня. А ведь ты смартфон-то покупаешь не на один год, а скорее всего на два, на три, кто-то ходит по пять лет. Вот тут мы уже эти 2 миллиона баллов в Antutu будем расходовать 5 лет, и все будет замечательно. Тем более, что у нас здесь 12 гигов оперативной памяти и 256 встроенной. Это самый младший вариант, и это в обычной версии. А в Pro версии это 16, 256, 512 и 1 терабайт памяти. Кстати, этот смартфон еще интересен тем, что, в отличие, например, от Xiaomi, у него есть все бенды. То есть, он продается там в Китае, но при этом в прошивке есть русский язык, ограничений никаких нет, и все хорошо. 7-й, 20-й бенды присутствуют, это тоже важно. Потому что в Xiaomi 14 и 14 Pro есть трудности с 7-м и 20-м бендом. А здесь все хорошо. Я, кстати, сейчас схожу с 14-м китайским, а здесь как раз-таки и 7-го, и 20-го нету. И периодически, знаете, испытываю определенные проблемы, даже находясь в Санкт-Петербурге. Опыт использования этого смартфона я как раз-таки совсем скоро запишу, так что дождитесь. Обязательно подпишитесь на мой канал и не пропустите. Также я каждый день закидываю прикольные новости, а также фоточки вот со всех этих смартфонов к себе в Telegram-канал Честный Блог. Вот здесь появляется QR-кодик, вы обязательно подписывайтесь на мой канал Честный Блог, либо по QR-кодику, либо ссылочка в описании. По разботе смартфона нареканий, конечно же, нету. Bluetooth 5.4 раз, Wi-Fi 7-й, инфракрасный порт сверху, и еще есть NFC для бесконтактной оплаты. Куча всяких разных GPS-ов, также быстрый и крутой ультразвуковой сканер общатка пальцев, который работает молниеносно, ну и, конечно же, разблокировка по лицу тоже работает очень быстро. А еще здесь есть влагозащита IP68, потому что это флагман. Хотя, с другой стороны, конечно, ситуация интересная была, если бы подписан на человека, который зовут Марк Викторсон, очень прикольный паренек, живет в Китае, делает постоянно разборы на разные китайские смартфоны, он себе купил 14-й Pro Titanium, положил его в водичку, и, собственно, тот умер. Тут же, так что и китайская влагозащита дает периодически течь. Ну, вроде как, ему там поменяли по гарантии, но он же живет в Китае, поэтому он там купил, там и отдал. А здесь уже будет сложнее этот вопрос решать. Но в любом случае, IP68 есть. Экран крутой, 6,78 дюймов, максимальная яркость 3000 нит, в нормальном режиме выдают 1600 нит. Вы должны понимать, что 3000 нит, это если вы находитесь под палящим солнцем, смотрите HDR-контент, и вот в какой-то части экрана, возможно, даже не везде, а только в какой-то части экрана, у вас возникают вот эти 3000 нит. Безусловно, это очень ярко, но в обычной жизни вы с этой яркостью не встречаете. Тут, кстати, новый AMOLED-экран компании Samsung под названием E7. Конечно же, Oluson Display есть, и есть, конечно же, ШИМ. Частота ШИМ 1400 Гц, и давайте прямо сейчас проверим, что же нам выдает наш прибор. На максимальной яркости ШИМометр выдает порядка 5%, красота. На средней яркости меньше 10%, и на минимальной яркости тоже в районе 10%. Короче, это просто очень крутой, не ШИМный экран. Плюс у него еще хорошее 2К-разрешение, 3200 на 1440 точек. Он, кстати, не 120 Гц, а 144 Гц. Эта версия LTPO, кстати, называется LTPO 4.0. Короче, экран крутой, за одним только исключением, у него загнутые грани. В последнее время многие стали прямо сторониться загнутых граней, говоря, что и компания Samsung даже в своем новом Galaxy S24 будет уходить от них. Ну, посмотрим. Пока, да, прямо есть тренд на плоские экраны, поэтому вполне возможно в следующем году флагманы будут с плоскими экранами. Но пока загнутые. Загнутые мне нравятся, потому что когда у тебя настроены жесты, тебе удобно делать жест назад от края, и ты не цепляешь пленку, которая здесь, конечно же, есть в заводах. Кстати, ничего не сказал про комплектацию, потому что у нас вот такая классная черная коробка. На ней написано BMW Motorsport, и компания iQ очень давно уже сотрудничает с компанией BMW. И внутри у нас есть вот такая замечательная карточка. Также очень моднявый белый чехол, тоже с надписью BMW Motorsport. Интересно, что если ты перемещаешься на BMW, на Audi или на Ladi, что тебе делать? Наверное, надо заказывать отдельный чехол. Ну и, конечно же, мощная зарядка в 120 Вт. Это означает, что смартфон заряжается где-то минут за 20 с копеечкой. Кстати, аккумулятор здесь тоже повышенный, 5100 мАч. Это означает, что, ну, на день вам его, скорее всего, будет хватать. Но если вы, конечно же, не будете его очень сильно мучить играми, мучить камеры и всеми остальными делами. В целом, 5000 мАч достаточно. Также, конечно же, у нас флагман, поэтому у нас есть быстрая беспроводная зарядка в 50 Вт. Это означает, что 50 минут и смартфон заряжен. Для сравнения, iPhone по беспроводу заряжается порядка, по-моему, трех часов. Что-то типа того. Ну и еще есть реверсивная зарядка в 10 Вт. Это соответственно, что если вы сверху положите какое-нибудь устройство, типа часики или наушники, то вы можете их подзарядить от смартфона. Понимаете, пока все получается достаточно вкусно. Что еще здесь вкусного? Здесь вкусная вибрация. Вибрация такая очень хорошая, плотная, приятная. В стиле OnePlus 11. Короче, мне она нравится. И самое главное, что она часто встречается в системе. То есть, ты делаешь свайп, например, назад, у тебя вибрация. Печатаешь вибрация. Список доходит до конца. Вибрация произошла. В камере, например, делаешь увеличение, уменьшение. Везде происходит вибрация. Очень здорово работает. Поэтому вопросов тут никаких нет. Итак, как это китайский смартфон? Да что ж ты хочешь-то от меня? Хочет Асти вписаться, хочет в наше видео. И так как это китайский смартфон, изначально, конечно же, у нас выключены Google сервисы. Но вы просто заходите в настройки, включаете их и пользуетесь. Устанавливаете сюда Google Play. И вообще проблем нет. А я, собственно, его даже не устанавливал, потому что я просто все перекинул с моего предыдущего смартфона при помощи приложения EasyShare. И вопросов никаких нет. Все Google приложения сюда сразу залетели. Кстати, когда вы сюда закидываете Google приложения, они работают, честно говоря, не очень красиво, потому что они работают в 60 Гц. И это, конечно же, обламывает. Но здесь все очень просто. Вы заходите в настройки дисплея, заходите в частоту обновления экрана, и здесь есть специальный раздел приложения, работающие с высокой частотой. Сюда заходите, здесь ставите галочки напротив тех приложений, которые у вас обязательно должны работать в 120 Гц, и все будет хорошо. С этого момента ваши Google приложения будут работать замечательно. Все, Асти засветилась. Погнали. Кстати, по звучанию тоже все очень хорошо. Такое приятное, мощное звучание. Здесь есть, причем, несколько интересных настроек, таких китайских, типа звук высокого разрешения. То есть вы заходите сюда, включаете звук высокого разрешения. Вообще, знаете, интересно. Типа у тебя из коробки смартфон хреново звучит, но ты заходишь, нажимаешь кнопочку, и у тебя теперь звучит он классно. То есть мне не очень понятна мысль разработчиков. Типа, если хочешь, чтобы у тебя смартфон звучал хорошо, надо обязательно включить кнопочку, до этого он не будет хорошо звучать. Мне кажется, что такие функции, они должны быть включены изначально. Мало того, я не представляю человека, который скажет, я не хочу, чтобы у меня смартфон хорошо звучал, и возьмет и отключит эту галочку. Поэтому, зачем вообще, в принципе, эта галочка нужна, я не очень понимаю. Тут даже есть, знаете, такая штука, типа, супер аудио. Вы заходите, а тут различная оптимизация звучания динамиков. Под фильмы, под игры, под музыку. Короче, по звучанию все хорошо, но есть такой, знаете, небольшой перекос на нижнюю составляющую, как будто бы, знаете, так, чуть-чуть, на 5%. Может быть, у меня просто ухо на левое не очень хорошо слышат, но, по крайней мере, я вот этот перекос слышу. Система, конечно же, работает максимально плавно. Если вы когда-нибудь пользовались, кстати, Vivo, то тут стоит... Тихо! Что, вам Vivo не нравится? Если вы когда-нибудь пользовались Vivo, то тут абсолютно так же выглядящая операционная система. Это Origin S версии 4.0. Кстати, тут из коробки уже идет самый новый Android 14. Ну и давайте теперь поговорим о камерах. Во-первых, вот так вот интересно выглядит блок камер. Мне он напомнил, честно говоря, такие старинные телевизоры. У нас здесь три камеры. Есть основная на 50 мегапикселей. Знаете, что интересно? Компания OmniVision прямо начинает захватывать мир. И если раньше все пользовались только Sony или Samsung-овскими модулями, ну, OmniVision был всегда вспомогательным. Теперь OmniVision является основным. Такая штука есть на Xiaomi 14 Pro. Также OmniVision стоит как основной модуль. Здесь 50-мегапиксельный, называется OV50H. Апертура 1.68. Есть оптическая стабилизация. К сожалению, во время съемки видео 4K 60 кадров в секунду между модулями перемещаться нельзя. Поэтому, если хочешь поснимать на основной модуль 4K 60 кадров в секунду, а потом на телевичок, соответственно, остановись, переключись на телевичок и потом начинаю снимать. Такой проблемы, конечно же, нету, если снимаешь не в 60 кадров в секунду. Потому что, если ты включил 4K 30 кадров в секунду, все, переключение уже возможно. Красота. У нас есть широкоугольная камера от компании Samsung на 50 мегапикселей. GN1 это сенсор. И еще телевичок, делающий увеличение в 3 раза, тоже от компании OmniVision. 64 мегапикселя, называется OV64B. В общем, я вам хочу сейчас показать примеры, фото и видео, естественно, в сравнении с айфоном, потому что на презентации на него равнялись. Окей, давайте с айфоном и сравним. Дневные фотографии у нас выглядят таким образом, что они холодноватые на айку. Вот на айфоне такая более правильная картинка, было серое небо, а на айку у нас, видите, все такое немножко голубоватое. При этом шел снег, оба хорошо его поймали. Но по деталям я бы сказал, что айфон гораздо интереснее. Посмотрите. Или вот эта фотография, здесь тоже более холодные оттенки на айку. Тут уже разницы такой в детализации нет. Единственный момент, у нас на айфоне все-таки фотки в 24 мегапикселя, а на айку в 12. Еще одна картинка, здесь, кстати, по цветам примерно одинаково. И я бы сказал, что по деталям тоже все достаточно близко. Это фотография на телевичок, трехкратное увеличение и пятикратное увеличение. Опять же, на айфоне у нас более теплая картинка. Оба, кстати, смотрите, сконцентрировались и сфокусировались на вот этих ветках, а остальные уже немножко в расфокусе. Поэтому у картинки получилась такая приятная глубина. Но на айфоне больше расфокус, видите, чем у айку. Еще одна картинка. Здесь, кстати, интересно отработан HDR. И на айку у нас картинка получше, я бы сказал, потому что здесь был вот такой белый цвет, а на айфоне стало все зелененьким. Но по деталям айфон все-таки получше. Если посмотреть вот здесь по стене, видите, деталей больше. Ну а это десятикратное увеличение. То, чем хвасталась компания на презентации. В целом неплохо, я могу сказать, да. Вполне себе достойный результат. Потому что на айфоне чуть больше информации вот здесь вот. А на айку тут немножечко все заблюрено. Но в целом хорошо. Ночные фотографии. Опять же, чуть такая немножко более синяя картинка на айку. При этом, смотрите, в тенях айку хорошо себя показывает. На айфоне вообще здесь ничего не видно. А вот фотографии на телевичок мне на айфоне нравятся больше. Тут прям с деталями очень хорошо по сравнению с тем, что у нас айку показал. Еще одна фотография. Здесь по цветам, кстати, мне айку больше нравится. На айфоне есть какая-то небольшая такая зеленца. По деталям тоже все хорошо. По засветам тоже оба смартфона хорошо справляются. И на айку вот эти фонарики лучше обработаны, потому что на айфоне, видите, они засвечены. Это сверхширокугольная фотография. Немножко с желтизной перебрал айку. Все стало таким немножечко медным. Но по деталям можно смело сказать, что сверхширик тоже хорошо работает на обоих смартфонах. Фотография на основную камеру. Здесь по цветам примерно одинаково. И по деталям я бы сказал, что тоже примерно одинаково. Вот фонарики даже получше на айку, чем на айфоне. Но айфон, я говорю, яркие предметы плохо обрабатывает. Телевичок. Трехкратное увеличение на айку. Пятикратное на айфоне. Опять айфон засветил у нас фонари. А айку фонари обработал хорошо. По деталям больше информации на айфоне. Вот эта фотография тоже хорошо получилась на обоих смартфонах. И айфон опять сделал кору дерева слишком темную. А айку она такая более светлая. А айку чуть побольше обработки. Видите, как выглядит трава. Такая чуть-чуть с шарпингом. Но в целом это неплохо. Ну и вот такая вот фотография. Тоже по цветам примерно одинаково. Если мы говорим про детализацию. Опять темные участки. Айку чуть подняты. Это хорошо, потому что на айфоне все немножко темновато. Но видите, немного по-разному обрабатывают смартфонную картинку. Это 10-кратное увеличение. Помните, да я в самом начале вам показывал, как на айфоне получается фотографии, если выключить ночной режим. Очень много шумов. А если ночной режим включен, то в целом все хорошо. Здесь, например, я бы сказал, что айфон сделал фотографию лучше, чем айку. И купол получше получился. Ну и деталей побольше. Вот здесь, например, плитки больше заметны, чем айку. Ну и фотография человека. 24 мегапикселя на айфоне. 12 на айку. Традиционно айфон делает человека чуть более загорелым. Это неправильно. Но я бы сказал, что айку тоже не совсем выдает правильную картинку по тому, как выглядит человек. По деталям я бы сказал, что здесь айфон получился получше. Ну и фотография на телевичок. На айфоне чуть больше таких темных оттенков. Айку картинка посветлее. Давайте начнем с собак. На самом деле, оба смартфона сделали фотографию хорошо. И мне даже, может быть, фотка на айку больше нравится. Какая-то она более мягкая. Смотрим на Сашу. Ой, как хорошо телевичок сделал фотографию. Ой, 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 ой. Прямо очень хорошо. Посмотрите, как здорово эта фотография получилась по сравнению с айфоном. Айфон как будто бы на порядок хуже. Да, прямо на порядок хуже. Да, вот эта фотография отличная. Прямо пора, посмотрите, как хорошо получились. А на айфоне так себе. 4К 60 кадров в секунду. Ночная съемка. У обоих смартфонов включена адаптивная регулировка кадров. Если смартфону темно, он уменьшает количество кадров. Поэтому мы периодически видим рывки. Но чуть получше картинка на айфоне. Я бы сказал, что она более четкая. И нет вот таких рывков кадров. И картинка чуть потемнее. Она более правильная. На айку, видите, все немножечко такое засвечено. Ну и шумов тоже на айку побольше. И еще, видите, айку не очень хорошо справляется с яркими объектами. Видите, засветы. На айфоне такого нет. А это дневная съемка. 4К 60 кадров в секунду. Здесь примерно одинаково. На айку даже, видите, более такая цветная картинка. Интересно. Видите, елка более цветная. И вот сейчас тоже более цветная картинка. Но при этом более холодные тона. Видите, у нас небо чуть более такое голубоватое. Но на самом деле картинка была такой, как она на айфоне. То есть небо было серое. Но, в общем, айку по какой-то причине делает картинку более холодной. В этом мы уже неоднократно убеждались. Вот такая вот история. Что вы думаете по поводу фото и видео возможностей? Напишите в комментариях. В общем, такое вот устройство у нас появилось на рынке от компании айку под названием айку 12 про. Что вы думаете, друзья, по поводу этого телефона? Я могу сказать так, что вот эти смартфоны, которые стоят там в Китае 50 или там 60 с лишним тысяч рублей, это, конечно же, очень хорошо. У нас, безусловно, они будут дороже. Каким бы образом вы их не приобретали, все равно будет дороже. Но цены, конечно же, хорошие. То есть, по сути, этот телефон можно смело приобрести и в ближайшие несколько лет вообще особенно не париться. Да, нельзя назвать этот смартфон как бы супер там камерафоном, наверное, так. Но в целом, конечно же, он будет закрывать все ваши хотелки в плане фото, в плане видео, в плане производительности, в плане дизайна и работы и всего остального. Так что, если вы надумали себе этот смартфон приобретать, я ничего против не имею. Собственно, на этом все, друзья. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по поводу этого телефона. Пишите внизу в комментариях. Ну, а я вам настоятельно рекомендую подписаться на канал Честный Блог, потому что здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Меня зовут Фил. Не болейте. Всем счастливые. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok